Кому выгодно закрытое судилище по делу ТЭЦ? В зал, где проходит процесс, опять не пускают ни камеры, ни сторонников подсудимых. Это проблема суда. Властные судебные процессы. Это в интересах обвинения. Уходите из партии, либо из правящего альянса. В парламенте требуют расформировать коалицию большинства и создать новую. Только теперь без фракции СДПК. Мы должны создать новую коалицию, которая соответствует законам. I'll be back show от Бабанова. Политик купил авиабилет до родины и заявил, что его вынуждают вернуться в политику. Они же сами меня не выпускают из политики. Я говорю, что хочу уйти из политики, а они меня удерживают там. Какое-то разнообразие в политике теперь и у соседей. В Казахстане грядут досрочные выборы нового президента. Так будет баллотироваться дочь Эльбасы или нет? Баллотироваться может любой гражданин страны в соответствии с Конституцией и законами. В прямом эфире апреля, как всегда в это время, начинается вечер новостей. Журналисты нашего канала готовы рассказать о самых заметных и интересных событиях этого дня. В студии Манас Аджигитов. Здравствуйте. В Свердловском районном суде сегодня продолжился процесс по делу о модернизации ТЭЦ. На скамье подсудимых два бывших премьера. Саппар Исаков и Джанторос Атыбалдиев, экс-министр энергетики Османбек Артехбаев, топ-менеджеры энергосектора Айбек Калиев и Салайдин Авазов. Сегодня двери суда по этому делу вновь были закрыты для работников СМИ и сторонников подсудимых. Подробности у Ханата Канемедова. Суд проходит в полузакрытом режиме. Даже не все родственники подсудимых смогли попасть в зал. Не помогли никакие уговоры. Мы приехали с Кочкорского района, выехали рано утром. И вот не пустили в зал. Процесс проходит закрыто. Как так? Говорили, что будут открыто рассматривать дело. И где эта открытость? Десятки телеоператоров скучают без дела. В зал их тоже не пустили. Ай, здравствуйте. Вот Верховный суд с ГЕМНД как аккредитацию давал. Мы можем зайти сейчас? Провести оператора в зал все равно не получилось. Не помогла даже специальная аккредитация. Видимо, судья и прокуроры не очень хотят, чтобы их показывали по телевизору. Дело-то заказное. Здрасте. А, пишущие могут, да? Пишущие могут, да. Зал этот, похоже, выбирали специально. Он самый маленький и душный. В СДПК считают, что властям невыгодно обеспечивать открытость процесса. Вот такого рода процессы, когда не допускается пресса, когда ей не позволяется в открытом виде освещать те процессы, которые происходят, в частности, ПУТЭЦ, подтверждают идею о том, что здесь есть какая-то политическая конъюнктура. И адвокаты подсудимых согласны с отделем Турдукуловым. Ситуацию, когда десятки журналистов и телеоператоров не могут освещать судебный процесс, защитники называют ненормальной. Ссылаясь на техническую невозможность, ну, это проблема суда, по большому счету, да, то есть гласность судебного процесса, это в интересах обвинения, да. Если она действительно уверена в своем обвинении, да, тогда она должна обеспечить, действительно, государство, суд, должна обеспечить более просторное, более просторное помещение, чтобы туда... Адвокаты ходатайствовали, чтобы подсудимые не сидели в клетке, которая находится в зале суда. Это унижает их человеческое достоинство. Тем более вина бывших чиновников не доказана. Но судья прошение защиты отклонил. Судья даже сидит, смотрит о них в клетке, и тоже уже у него складывается субъективное ощущение, что они виновны, да. Поэтому везде международной стандарт, везде в развитых странах обвиняемые до, значит, приговора, они, по крайней мере, до приговора, они сидят вместе со своими адвокатами. Обвинение уверяет, что при модернизации ТЭЦ сфоровали миллионы долларов, но делать международный аудит и доказать это прокуроры почему-то совсем не хотят. Без международного аудита и экспертизы видно, что цена модернизации намного завышена в пользу подрядчика из пресс-релиза Генпрокуратуры Кыргызской республики. Такое безнаказательное заявление в правовом государстве не делают удивлены адвокаты в недоумении и в СДПК. Мы говорим, что это политическое дело в Кыргызстане, внутри страны, ни в коем случае, никаким образом, мы не добьемся получения обоснованной и всесторонней объективного заключения экспертов. В этой связи мы во время следствия ходатайствовали, чтобы была проведена за рубежом международная экспертиза, но этого не было удовлетворено. В дальнейшем мы этот вопрос еще будем поднимать. Вчерашнее заявление Генеральной прокуратуры больше попахивает не очень хорошей пропагандой. Это еще раз лишний раз подтверждает о том, что, к сожалению, Генеральная прокуратура, как и прежде, является неким орудием властей, так и ресурсом для подавления политических оппонентов власти. На процессе прокуроры озвучили имена китайских чиновников, которые вели якобы коррупционные переговоры с Апаром Исаковым и другими. Отреагирует ли на это посольство Китая в Кыргызстане, пока неизвестно. Ну а в Ленинском районном суде столицы продолжился процесс по делу бывших мэров Бишкека. На скамье подсудимых Албек Ибраимов, Кубанычпек Кулматов и еще десяток человек. Заседание, как это уже было не раз, продлилось всего несколько минут. Судья отложил процесс. Причиной якобы не явился один из многочисленных адвокатов. До юры процесс открытый. Де-факто почти все журналисты и родственники подсудимых в зал попасть не смогли. Более просторное помещение для такого многотомного дела с большим количеством фигурантов найти не смогли, а может быть не захотели. 50 с лишним томов уголовного дела, 3 уголовных дела, не взаимосвязанных и объединения было невозможно. Дальше 14 находящихся под судом обвиняемых и более 14 адвокатов. Как такое количество можно собрать в один день при условии, что часть адвокатов участвует в других процессах? Нельзя за закрытыми дверями проводить такие судебные процессы громкие. Но пусть судья у себя в кабинете закроется и вынесет свое решение. Зачем мучить нас? Зачем мучить подследственных? Я не понимаю. В парламенте вновь спорят по вопросу о коалиции большинства. Депутат Искак Масалиев сегодня в очередной раз предложил расформировать нынешнюю правящую коалицию и создать новую, причем без СДПК. Масалиев считает, что на это есть две причины. Во-первых, как уверяет депутат, закон не разрешает к существующей коалиции просто включить еще одну фракцию. Как, например, это было в прошлом году с фракцией Республика Таджурд. А во-вторых, парламентарий считает незаконным нахождение во властном альянсе фракции СДПК, партия которой вообще-то является оппозиционной. И сам Муркулов сразу же ответил на призыв Масалиева. Никаких аргументов он, в свою очередь, не представил. Он просто заявил, что выходить из правящей коалиции фракция СДПК не будет. Уважаемые коллеги, я думаю, переводчики правильно переведут. Главный смысл – это мы должны создать новую коалицию, которая соответствует законам и работает в соответствии с законом. Сформировать настоящее коалиционное правительство и работать до выборов следующего года. Иначе нас ожидает плачевный конец. Спасибо. Де-факто и де-юре. Сегодня партия разделилась на две части. С одной стороны, это те, кто поддерживает экс-президента, с другой – те, кто сегодняшнюю власть. Я хочу сказать, что закон позволяет тому, что фракция в коалиции, если партия в оппозиции. А мы во фракции уже решили, что останемся в коалиции. Создавать или не создавать новую коалицию большинства. Одни парламентарии считают, что стабильность, какой бы она ни была, прежде всего, другие характеризуют сложившуюся ситуацию как проявление политической безответственности. Мнение выслушала Юлия Кулешова. Кризис охватил фракцию. Тоже на два разделились. И при этом, как может теперь фракция быть ответственным за работу правительства. И этот кризис в любом случае и морально, и физически действует на правительство. Поэтому я полностью поддерживаю предложение ИСКАК Абсаматовича. Но в реальной картине не так. В реальной картине, как сказал Иса Шейшен Кулыч, они будут делать то, что им удобно. То есть фракция не собирается уходить и не уйдет. И то, что требующие политики, нас в меньшинстве. О коалиции мнение есть. У каждого лидера фракции. А что сегодня сказано было... Ваше мнение, стоит ли создавать новую коалицию? Нет, но сейчас коалиция же работает. Зачем его распределить? Не стоит, да? Не стоит. Вот поймите правильно, я не готов к этому вопросу вернуться. Это нам надо разговаривать. Сейчас мы, коалиция, вот, например, из ДПК партия, например, оппозиция ушла. Другая партия сейчас осталась. Там наполовину, они же разделились. Нам нужна стабильность, нам нужно, например, чтобы коалиция, например, так же работала. Депутаты же числиться, например. Партия свое дело сделала. Партия, например, они на выборах участвовали, 38 депутатов отдали, мандат получили. И потом уже Джоор Кингаш уже командует. Разные силы, конечно, пытаются развалить коалицию, но ради стабильности, в принципе, мы должны оставить коалицию большинства работающей. А что касается самого правительства, то, возможно, в отношении отдельных членов правительства будет стоять вопрос об их политической ответственности. Но что касается в целом правительства, премьер-министра, я думаю, что пока он должен поработать. Я думаю, это решение должно принять фракция из ДПК, потому что, как вы знаете, в соответствии с Конституцией, в соответствии с регламентом, принятие решения о вхождении или выходе из коалиции большинство принимает фракция, парламентская фракция. Я думаю, рановато. Почему? Есть объективные и субъективные причины. Объективные причины какие? Объективные причины не время. А субъективные? Субъективные люди не подготовлены. Омербек Бабанов сообщил, когда вернется в Кыргызстан и не боится ли, что его арестуют. В интервью телеканалу НТС бывший депутат рассказал о том, что после президентских выборов в 2017 году его вынудили покинуть к страну. И заявил, что открытые против него уголовные дела должны теперь быть закрыты. А если все же арестуют, то, цитируем Бабанова, это будет выбор властей. Ответил бывший кандидат в президенты на вопрос, готов ли он пойти на выборы во главе своей партии, республика, и выполнили он свое обещание об уходе из политики. Бюро. Я заявил об уходе из политики, выполнил свое обещание. Больше года я отсутствовал в стране, сдал свой депутатский мандат, но по сей день не прекращено политически мотивированное уголовное дело по моему выступлению в Онадыре. Они же сами меня не выпускают из политики. Я говорю, что хочу уйти из политики, а они меня удерживают там. А потом говорят, что мне будет, если я вернусь в страну. В 2020 году партия республика обязательно будет участвовать в парламентских выборах. Партия республика – это не только Бабанов. Кстати, Омирбек Бабанов прибудет в Кыргызстан уже в эту субботу. Об этом он известил своих друзей на фейсбуке. Билет до Бишкека уже куплен. Вылет 13 апреля в 7.40 утра. Политик намерен вернуться в Кыргызстан, несмотря на то, что дело против него еще не закрыто. В ГКНБ, напомним, заявили, что по возвращении он понесет ответственность в рамках закона. Бабанов в своем интервью сообщил, что готов сотрудничать со следствием и ответить на любые вопросы. Наши журналисты поговорили с экспертами о перспективах, что ждет Бабанова на родине. Мнение политологов. Ну, во-первых, уголовное дело в отношении Бабанова открыто. Естественно, следователи вынуждены будут его пригласить на допрос. Естественно, суд, естественно, решит водворение в СИЗО. Поэтому он будет арестован. Сторонников много у Бабанова. Естественно, будут митинги. Естественно, будут люди собираться, спрашивать, почему, зачем. Потому что уголовное дело возбуждено очень сложное. Я считаю, что сейчас складывается такая ситуация, что очень выгодно для Бабанова. И у него есть выбор. В то время как для действующей власти, я имею в виду, Диэмбекова выбора нет. Диэмбеков либо должен интерполировать Бабанова и его команду во власть. Я имею в виду должность премьер-министра. Я думаю, на ней ниже Бабанов не согласится. Либо Бабанов тогда начнет, может же, начать свою игру. Надо признаться, что таких молодых политиков, как Бабанов, который получил более 30% голосов на выборах, таких в истории Кыргызстана не было. И все-таки есть боязнь, что все-таки люди его поддерживали. И в течение полутора лет в стране таких заметных изменений в лучшую сторону нет. И недовольства, и в обществе такие настроения растут. Бабанов, такой сильный бизнесмен и политик, как Бабанов, сейчас текущие власти не нужны. Это абсолютно глупо. Это абсолютно глупое будет действие, если будут преследовать его для того, чтобы посадить. Это глупо. Бабанов – это современный молодой политический деятель, который прекрасно разбирается в вопросах развития, экономики, бизнеса и так далее. Это человек современной формации, который принят бизнес-сообществом России. Он очень владеет мощным потенциалом для развития Кыргызстана. Предстоящее возвращение Бабанова, конечно же, кыргызстанцы обсуждают активно и в социальных сетях. А вместе с этим и про откровения про отношения Джейенбекова и Атамбаева от пресс-секретаря президента Тулганайста Малиевой. Подборку самых интересных комментов из соцсетей по этим темам, и не только по этим, собрал для вас Аскар Насипкулов. Руководитель пресс-службы президента Кыргызстана Тулганайста Малиева накануне опубликовала пост на своей странице в Facebook, который просто взорвал соцсети. Чиновница аппарата прокомментировала обвинения со стороны Алмазбека Атамбаева в адрес Орунбая Джейенбекова. Из-за нашего молчания складывается впечатление, что мы согласны со всеми обвинениями со стороны экс-президента Алмазбека Атамбаева. Я считаю, что доводы президента тоже должны быть озвучены и услышаны, потому что его пост не позволяет ему напрямую комментировать такие обвинения. По ее словам, конфликт между Атамбаевым и его преемником случился спустя шесть дней, после того, как Джейенбека вступил в должность президента страны. Готовился план, чтобы Атамбаев стал Дэн Сяопином для кыргызов. Когда экс-президент принял меня как нового руководителя отдела аппарата президента, сделал замечание, что не стоит во время саммита ОДКБ в Минске проводить двустороннюю встречу. Не стоит ни перед кем преклонять колени. Но Джейенбеков не мог не встретиться с Назарбаевым. Он решал вопрос с закрытыми границами. А еще команду президента обидело, что инаугурацию главе государства устроили не на тысячу, а на 350 человек. И вообще, СДПК и Атамбаев не поддерживали Джейенбекова в предвыборной гонке. По версии Стамалеевой, фаворитом был Омербек Бабанов. Так не желали, что рейтинг с 3% до 50 за 3 месяца подняли. А вот почему он с 16 по 17 был крайне низок? Это очень интересный вопрос. Не смешите. Атамбаев за руку привел и посадил на кресло президента своего друга. Скажите еще, что Джейенбеков был самый популярный и видный политик, о котором мечтал весь кыргызский народ. Кстати, уже упомянутый Омербек Бабанов накануне дал первое интервью за полтора года. Его, конечно, уже многие посмотрели и обсудили. И мнения, кстати, были разные. Люди. В мире нет идеальных людей и быть не может. У всех у нас есть и будут недостатки. Бабанов тоже не ангел, но люди с не очень хорошим прошлым могут создавать хорошее будущее. А иначе кто сейчас реально имеет авторитет в Кыргызстане? Ну кто? Дело надо довести до конца. Правильно. Вор должен сидеть в тюрьме. Ничего хорошего он не сделает. Мнения разные, но так или иначе Бабанова в Кыргызстане ждут. Но вряд ли его будут встречать так же радужно, как Валентину Шевченко. Вчера чемпионка UFC встретилась с фанатами в Аше. Погода, прямо скажем, была не ахти, но атмосфера получилась шикарная. А еще организаторы учли ошибку, которую допустили в Бишкеке и за которую получили просто огромную гору критики. Это я про Чапан и Колпак. На йоге Валентину Шевченко было просто не узнать. Прям настоящая Курманджан.кам. Ну а в конце по традиции хотелось бы завершить просто смешным видео. На этот раз оно из дагестанского аэропорта. А пользователей обеспокоила доза радиации, которую он мог получить. Но вроде бы с ним все хорошо. А на этом у меня все. Этот обзор подготовили я, Аскар Насипкулов, Манас Бакешев, Кусан Гафиров, телеканал «Апрель». И еще о политике, только не у нас, а у наших ближайших соседей. В Казахстане грядут досрочные выборы президента. Накануне, напомним, Касым Жомар Токаев заявил, что назначил дату на 9 июня. А сегодня Центр избирком страны официально объявил, что можно уже выдвигать кандидатов. Отметим, возможно, кандидатуру соседи обсуждают уже давно. Марат Ахматов расскажет, будет баллотироваться Дарига Назарбаева или нет. Самое значимое событие в жизни Казахстана – первые выборы президента без Эльбасы. Но под его руководством, как заявил действующий глава Токаев, прежде чем объявить об очередных, внеочередных выборах, он проконсультировался со спикерами парламента и с Назарбаевым. Решение о досрочных выборах – важное и необходимое. Благодаря Эльбасы мы построили успешное, авторитетное в мире государство. Воспользоваться шансом править авторитетным государством пока желают немногие. Первым о намерении участвовать в выборах заявил секретарь комитета Коммунистической партии Казахстана Айхын Конуров. Личность в этой стране известная, однако его партию оппозиция считает проектом КНБ. Самого Конурова называют полковником спецслужб. Сейчас вся интрига в персоналиях. Пойдут ли от трех партий, а к Джолу Коммунистической народной партии и Аулы их лидеры? Или будут другие кандидаты? На мой взгляд, скорее всего, будут сами лидеры. Азад Перуашев, Айхын Конуров и Али Бектаев. Это лучше для повышения интереса к выборам и общей легитимности процесса. Будет и участвовать сам Токаев, пока неизвестно. Действующий глава, конечно же, имеет амбиции, но все же фаворит в этой гонке, по мнению оппозиции, дочь экс-президента, спикер Сената Казахстана Дарига Назарбаева. Баллотироваться может любой гражданин страны в соответствии с Конституцией и законами. Решения о кандидатах на выдвижение будут принимать политические партии. Впрочем, Дарига не единственный кандидат из клана Назарбаевых. Эксперта еще называет племянника Самата Абиша. Дарига уже спикер Сената, и в случае любого форс-мажора она автоматически занимает пост президента. Впрочем, по мнению экспертов, ни Дарига, ни Такаев не обладают такой властью и не имеют такого авторитета среди силовиков и олигархов, как Самат Абиш. В 35 лет он уже успел стать заместителем председателя КНБ, а чуть позже получил звание генерал-лейтенанта нацбезопасности Казахстана. Оппозиционные лидеры, конечно же, хотят участвовать в выборах. Хотя бы воспользоваться ситуацией. Однако шансов даже стать кандидатами у них нет. В Казахстане по закону запрещено участие самовыдвиженцев от народа. Выдвигать могут только зарегистрированные партии и общественные объединения. В избирательной комиссии, в центральной, в окружной, в областных, районных, городских, участковых избирательных комиссиях сидит Нуратан. Оппозиции там нету. И в этих условиях Дукаев гарантирует якобы, как гарант Конституции, гарантирует честные, свободные выборы. Ну, это такая хренотень, в которую уже не верит за 30 лет уже никто. Участие в выборах сразу несколько членов от Нуратан исключено. Нельзя по закону. Главная интрига, на кого именно сделать ставки, самая влиятельная партия Казахстана. Ну, не тот, кто правит этой партией. То есть тот, кто ушел, но не совсем. Марат Ахматов, Дмитрий Толстогузов, Рустам Раймбеков. Телеканал «Апрель». Политика смешалась со спортом. Кыргызстан потерял возможность заявить своего представителя в азиатском футболе. Наша федерация отозвала кандидатуру Семетея Султанова на пост вице-президента АФК. Обоснование неубедительное. Султанов вызвался на престижную должность без одобрения коллег. Конгресс конфедерации уже прошел, но без наших. Не секрет, что экс-глава федерации является зятем Алмазбека Атамбаева. Возможно, только поэтому он попал в немилость. Что потерял из-за политики отечественный футбол? Подробнее в следующем материале. Султанов руководил федерацией с 2012-го, но 10 января этого года подал в отставку. А перед этим успел заявить свою кандидатуру на пост вице-президента Азиатской футбольной конфедерации. Новое руководство отечественного футбола отозвало кандидатуру Султанова. Это решение для многих стало неожиданностью. Будучи президентом федерации футбола, я ставил перед собой целью развития и рост кыргызстанского футбола на международной арене, что успешно было реализовано федерацией. Наша сборная вошла в историю спорта, пройдя квалификационный этап Кубка Азии и продемонстрировав качественную игру. В моих будущих планах было поднять уровень нашего футбола на следующую ступень. К сожалению, Кыргызстан упустил шанс выделиться и получить больше возможностей для развития отечественного футбола. Света и Султанов пока что для комментариев недоступен, в отличие от представителей федерации футбола. Причину отзыва кандидатуры объясняют очень просто. Исполнительный комитет, беря во внимание все последние новости, принял во внимание и решил целесообразным снять кандидатуру, отозвать ее по простой причине, что по общепринятым меркам на руководящие посты в международных футбольных организациях, это будет FIFA или АФК, неважно, принято, чтобы человек был действующий, действующий президент, либо человек, который непосредственно относится к сфере футбола. Однако не уточняется, закреплено ли такое правило регламентом. В противном случае все похоже на то, что бывшему президенту федерации просто ставят палки в колеса. Эксперты же хорошо оценивают его работу. Например, самое низкое место в рейтинге, национальная сборная Кыргызстана в 2013 году занимала 201 место. На 201 месте мы были. И вот в настоящее время у нас 95 место. Но лучший показатель был в прошлом году, в апреле месяце, тогда мы занимали 75-ю строчку в рейтинге. То есть, получается, на 126 позиций мы поднялись вверх. Фактически при Семетее Султанове заработала политика натурализации игроков. Пригласили в сборную футболистов, родившихся в Кыргызстане, но играющих за рубежом. Звездами национальной сборной стали Виталий Люкс, Виктор Майер и Эдгар Бенхарт. Впервые в истории Ахшумкар вышел в плей-офф Кубка Азии. По словам Тахира Гафурова, это большой командный успех. Жаль только в спорт вмешалась политика. Теперь нашего делегата в ФК не будет. Когда есть свои люди в таких больших структурах, как Международная или Азиатская федерация футбола, конечно, это дает стране плюсы. Но это мое личное мнение. Как бы вице-президент отвечает за развитие, если взять Азиатскую конфедерацию футбола, он как бы отвечает за всю Азию, за развитие футбола. Но я думаю, нам был бы большой плюс, когда есть человек свой. Это как на любых соревнованиях. Даже если взять борьбу, если свой судья есть, уже по-другому к тебе относятся. Очередной конгресс АФК состоялся накануне в Малайзии. Там состоялись выборы руководства азиатского футбола. Кроме президента организации, избраны пять вице-президентов. Среди них ни одного кыргызстанца. Канатор Искулов, Мунас Бакешев, телеканал «Апрель». На этом все. Информационная служба «Апреля» благодарит вас за то, что были с нами. Всем пока. Всем только хороших новостей.